Добрый вечер. Очень приятно, что здесь так много людей. Потому что я помню первые митапы по бигдата, и, конечно, людей было гораздо меньше. Гораздо. Не знаю, может, потому что это юбилейный, и все, кто хоть раз приходил, решили прийти и отметить эту дату. Ну, все-таки кажется, что людей стабильно увеличивается. Надеюсь, что у нас в последующих этапах будет столько же аудитории. Ну, или, надеюсь, скоро мы вообще перестанем вазить в Имагуру, да не обидеться Имагуру. Конечно, спасибо огромное Диме и Юноне за прекрасную организацию. Ну, сегодня я хотел бы, наоборот, отойти немножко от системы бигдаты, а рассказать о том, как люди вообще приходят к тому, как правильно использовать бигдату, к нормальным методам анализа данных. Кто вообще из присутствующих знаком с хоть какими-то методами машинного обучения? Поднимите руку. Ну, часть зала и есть. Кто знаком с ними с точки зрения программного кода, а не какого-то черного ящика, и приходилось делать что-нибудь там на питоне, на R? Уже гораздо меньше. Я, в принципе, хочу показать, чем на самом деле Data Science отличается от предиктивной аналитики. Потому что зачастую аналитики работают не с каким-то кодом вообще, а с просто какой-то программой или облачной средой, которая что-то кликает и строит какие-то модельки. Показать, что какой-то результат таким образом получить можно, но при этом на самом деле лучше работать с каким-то сырым кодом, но понимая, как все устроено. Поэтому я сейчас сяду за ноутбук и начну показывать вообще, с чего можно начать Data Science и прийти к более-менее нормальному, консистентному, современному стеку. К моему огромному счастью, работаю я в стартапе InDataWebs, поэтому не ограничен ничем древним, что надо поддерживать, и можно сразу использовать нормальные средства. Вначале средства ненормальные. То есть с каких проектов лучше всего начинать? Лучше начинать сразу, естественно, с Python, потому что если у Леши Python не вызывает аллергии, то мысли про R в продакшене у него вызывают просто стихий ужас. И абсолютно верно. Один из самых известных проектов в области машинного обучения и анализа данных на Python – это САИСА Китлён. Требоваться от него хоть какой-то производительности быстрой апоэрории не следует. Проект разработан как коллекция алгоритмов, написанных абсолютно нормальным образом, с понятной документацией. То есть если пойти в референс, вы увидите очень четкую структуру каждого класса. Там базовая структура, методы кластелизации, какие-то базовые датасеты, методы кроссовалидации и прочего. Причем если разработчик обычно любит лезть в референс, то на самом деле в референс лезть вообще не надо. Надо лезть только в две вещи. Туториал, где отличные учебные примеры. И в юзер гайд. Потому что если вы понимаете, какую задачу вы решаете, то именно здесь вы в первую очередь найдете то, что вам подходит. Если при открытии юзер гайда непонятно, куда лезть, значит, наверное, надо взять и почитать какую-то книжку. Иначе будет манкиси манкиду с весьма веселыми результатами в продакшене. То есть вся документация делится на супервайзер леонинг, обучение с учителем без учителя, модели, способы выбора моделей их оценки, преобразование данных, извлечение признаков, преобразование признаков. Ну и какие-то демонстрационные датасеты для тех, кто только учится, ничего больше не подходит. Ну и очень хорошо расписаны, естественно, всякие советы. И вообще каждая модель, какую бы ни открыть, она всегда описывается дополнительными пояснениями. Когда ее хорошо использовать, когда нет, зачастую плохо работающая модель – это просто нежелание читать какие-то ворнинги, которые предупреждают о том, когда модель окажется некорректной, то есть когда может что-то тормозить, когда, может быть, вы пинаете какая-то тупая модель, а вы просто неправильно писали какие-то параметры и прочее. То есть все большинство граблей, на которые можно наступить, в принципе, здесь описаны. И, как ни странно, действительно, проект крупный. Я думаю, что некоторые Java-проекты по работе с Big Data в этот момент немножко обзавидовались. Контрибьюторов почти 500, почти 20 тысяч коммитов, и хорошо развиваемся. Когда нужна реально скорость, реальное качество, обычно используют библиотеку XGBoost. Здесь, к сожалению, авторы уже не заморачиваются на то, чтобы объяснить какие-то элементарные вещи. К сожалению, не вижу сразу прямой ссылки на Tutorial. И, естественно, тоже, то есть XGBoost, порядка 2000 коммитов, это пример ровно одного алгоритма машинного обучения, распределенный градиентный бустинг. Теоретически распределенный, вообще говоря, может работать и на одной машине. Документация довольно неплохая, ее удобно читать на AIDZEDOX. Библиотека, в принципе, написана на чистом C. И большинство кода, если вы говорите, ау, я пишу на Python, ау, все, фу, у тебя сразу не call production, а все тормозит. На самом деле, большинство data science проектов, которые идут в Enterprise, сделают и Java, и многие другие алгоритмы. Просто потому, что если зайти в исходный код XGBoost, то там какой-то в рэпер нативный для Python, и все, все остальное написано на плюсах. Там еще на C++ еще код надо поискать. То есть реально никакого глупого интерпретера Vogue, никаких страшилок нет. И вся библиотека, написанная на чистом плюсах, работает в огромное количество потоков, в том числе и распределенно. Максимум, какие советы можно почитать, это как тенить параметры. То есть, к сожалению, по моему опыту, видишь начальное решение, большинство людей, которые начинают в data science, даже если смотрят какую-то курсеру или проходят курсы, не понимают, к сожалению, такие элементарные понимания, что гиперпараметры означают. В тупую перебирать, попробую это, попробую это, попробую это. Идея плохая. То есть, это ровно тот момент, который зачастую вызывает проблемы в предиктивной аналитике. Когда человек что-то кликает, я сейчас тоже попробую покликать, он по своей сути становится очень ленивым. И есть такая проблема, что он зачастую начинает забывать о том, как вообще алгоритм устроен. Когда вы работаете непосредственно с кодом и пишете все руками, то вы постоянно вынуждены помнить, а что вы используете, зачем и как с точки зрения моделирования это устроено. Любые кликалки идут сейчас туда, где больше всего денег. А больше всего денег – это там, где надо меньше всего думать, больше всего кликать, и есть какой-то секс-юай, к сожалению. И на этом прокалываются. То есть прокалываются приблизительно как? Типичный пример, на самом деле очень хороший. Data Science Studio или Data Science Studio DSS облачной IDE допускает комьюнити-версию. В принципе, что-то наподобие VECO или RapidMiner, которое бесплатное, либо что-то наподобие SAS Productive Analytics. В принципе, все сводится, работа человека сводится к тому, что создать какой-то проект, допустим, я вот создаю проект Credit 2, импортировать какой-то датасет, уже сохраненный. Главное не забыть, куда я его сохранил. Это задача кодитного скоинга, контест с Kaggle. Один из очень старых контестов. Конечно, очень приятно, когда просто все вот так вот sexy. То есть импортировать данные, выбрать какие-то параметры импорта. Можно сразу забирать данные, в принципе, как с файловой системы, так и напрямую с кода HBase, SQL, прямые коннекторы к Spark и всему остальному. То есть, в общем-то, из математики стараются сделать какого-то менеджера. То есть пока эта штука работает, предлагает раскладывать пассианс. Шутка. Но отчасти так. То есть выглядит вроде бы действительно неплохо. То есть сразу можно посмотреть какое-то распределение признаков, допустим. Это вот задача кодитного скоинга. То есть это задача предсказывать, надо давать кредит или не давать. Вероятность того, что если вам дать кредит, вы его вернете. То есть плохих заемов на самом деле очень мало. И можно сразу посмотреть распределение, какие-то банальными кликами, какие-то распределения признаков. Гистограмму эта штука автоматически построила тупо на самом деле. То есть были какие-то выбросы. Она о них предупредила, что есть high outliers, но поэтому гистограмма лучше не стала. То есть косяков в таких штуках хватает. Ну возраст вполне правдоподобное распределение по возрасту кредитополучателей. Кредитополучателей в 100 лет, ну конечно, хотелось бы вирусом так жить. То есть это данные, по-моему, американский датасет или европейский. Ну и соответственно, какое действие, к чему побуждает. Нажать просто Analyze, создать новый какой-то анализ на основе датасета. Можно удалять лишние колоночки банальным кликом и перейти на вкладочку Modules, построить свою первую модель. То есть Sex UI в полный… Что только можно нарисовать красиво, как дизайнер нарисовал. Ну и что-то начало перебираться. В принципе, в последней версии перебирается не так уж и плохо относительно. То есть показать хоть что-то за 20 минут можно. Но для того, чтобы использовать такие штуки, зачастую желательно иметь куда больше бэкграунд, чем тот, которым обладают те, кто пользуется такими штуками. Ну, к сожалению, это правда. То есть основная проблема в чем? На самом деле многие изначально неправильно выбирают, какую метрику мы хотим оценивать. То есть понятно, что выбрана была наиболее распространенная, и к данной задаче это правильно. Но есть же и другие метрики оценки качества построенной модели. Давайте посмотрим качество вот этой модели, допустим. Нам пишется, что площадь под кривой ошибок – это почти 0,86. Что в принципе неплохо. То есть вот кривая выглядит вот так. Но зачастую, если это нарисовано, неплохо бы очень четко понимать, что это вообще означает. Это означает следующее. Что реально наша модель предсказывала какие-то вероятности. То есть модель разделила данные автоматически на обучающему множество, отложила 30% на тест и проделала следующий фокус. Она обучила модель, предсказала вероятности и посчитала следующее. Она попробовала перебрать всевозможные пороги отсечения. То есть если мы отсечем всех потенциальных заемщиков, у которых вероятность, допустим, 0,5. То есть 0,049. То есть всех, у кого вероятность предсказана меньше, чем 0,49, им кредит не дадим. А всем остальным дадим, какова будет доля ложноположительных примеров и доля истинноположительных и верноположительных. То есть по этой оси, по оси Y откладывается та доля людей, которые реально вернули бы кредит, которым кредит отдали. То есть по оси Y откладывается, какому проценту тех, кто реально собирается возвращать кредит, мы его выдали. То есть чем больше эта величина, тем больше банк заработает. По этой оси, по оси X откладывается доля тех, кому мы выдали кредит, но они не собираются вообще его возвращать. Вот с этими людьми потом будут работать коллекторы, либо это будут какие-то вообще безнадежные заемы и прочее. Но поэтому, если посмотреть на другие метрики, то на самом деле все не так уж и радужно построены модели. То есть на самом деле точность якобы тоже 0.91 по вероятности отсечения 0.5, ну по уровню отсечения 0.5, дефолтом. А RECO только 0.5. То есть на самом деле чисел всегда гораздо больше. И то, как эта модель будет потом внедоена, порой приводит к очень странным эффектам. Люди выбирают какую-то метрику, зачастую она не будет такая, которая по умолчанию стоит, и построят абсолютно неверные модели. То есть количество этих метрик уже говорит о том, что в зависимости от того, как вы собираетесь использовать задачу, надо выбирать соответствующие метрики, соответствующие алгоритмы. В данном случае урок QI была, потому что реально строится фильтр. Рок QI, она не связана с значением вероятности. Рок QI показывает то, насколько ваш алгоритм отранжировал по вероятностям тех, кто собирается возвращать кредиты, и кто его не собирается возвращать. То есть на самом деле это просто фильтр с уровнем отсечения. И QI пришла из Американской армии. Они после того, как разбомбили на Первом Харборе, придумали операционную характеристику поемника. То есть эта штука просто фильтр. Банк не может не выдавать кредиты, он закроется, если не будет пытаться заработать деньги. Просто отранжировать нормально положительных заемщиков отрицательных, это неплохо, потому что все равно кредиты мы не дадим, мы возьмем по какому-то порогу, пока можем давать. Только просто отберем себе наиболее лучших потенциальных заемщиков. И в принципе по приживанию строить можно очень много чего. Ну как минимум как это подается. Подается в принципе неплохо. То есть теоретически можно построить полноценный pipeline. То есть я могу сюда добавить большое количество PET-фильтров, очистки данных, географических, могу геокодирование запустить, запустить компьютерную лингвистику и так далее. Но что будет в итоге? Заменит ли эта штука какую-то полноценную вещь? На самом деле развитие таких штук с одной стороны упрощает жизнь, потому что когда к тебе пристают по-быстрому, тебе есть как выкрутиться. Но с другой стороны всегда хочется сделать задачу по-нормальному и написать какой-то код. Почему? Даже банальная перебиралка, если посмотреть модели, она сказала, я вот строю случайный лес и в настройках можно посмотреть. Она теоретически может пытаться угадать и другие признаки. То есть случайный лес – это набор просто деревьев, построенных путем случайной генерации подвыборок. То есть просто множество решающих деревьев просто генерировали подвыборки. И эта штука знает какие-то стратегии, которые позволяют теоретически хоть когда-то получать какие-то улучшения. Она говорит, я могу сгенерировать на основе двух признаков еще какие-то линейные комбинации, а плюс минус b. Могу попытаться перемножить. Просто потому, что решающее дерево каждый раз смотрит только на один признак и сразу по двум признакам разделить на левую часть и правую по дереву невозможно. И порой какие-то стратегии, то, что признаки функционально зависимы, добавляя смеси, полезны. Но с другой стороны, кто видел задачу, в которой именно а плюс b, либо а минус b какой-то колонок давал хоть какой-то результат? Никогда такого не бывает. Поэтому надо идти не от кликов в системе, а надо идти от постановки задачи. Поэтому я говорю, что Data Science, в отличие от чего-либо другого, это довременно смесь машинного обучения, каких-то хаков, трюков, эвоистик и доменной экспертизы. Поэтому решать Data Science задачу надо, как рассказывает Сергей, надо идти от бизнеса. И большинство нормальных признаков, которые надо взять, которые реально будут помогать модели, они строятся из задачи. Поэтому зачастую гораздо полезнее просто иметь iPython, notebook со всеми библиотеками. Потому что вот этот код, я зачастую большую часть его копипачу из контеста в контест. Ну, из проекта в проект, слава богу, ничего не копипачу. Там все по пакетам разложено. Этот набор кода решает задачу, в принципе, на 60-е место из 900 или 600 мест. Поэтому разница с первым местом, там уже метрика отличается в первом знаке после запятой. То есть 89% все равно, по-моему, 86% достигалось. Написать такой код нисколько не страшно. Но при этом то количество возможностей для расширения, оно гораздо эффективнее. То есть можно посмотреть задачу как-то здесь, но потом в любом случае надо переходить. Потому что бесконечно строить pipeline с функциональными преобразованиями в какое-то IDE, а потом сказать, посмотри, как это работает, зачастую приводит к большим ошибкам. То есть не проблема. Главное надо учиться. Потому что когда я пишу каждую строку кода, я пока я пишу, вроде банально вся вещь, я думаю над задачей. Я думаю над тем, что вообще какие-то признаки я использую. Потому что либо я подберу, чтобы гораздо лучше, чем A плюс B, либо A минус B. Потому что буду идти от задачи. Я пойму, что здесь у меня какое-то количество дней. Здесь что-то, что вообще должно иметь корреляцию с чем-то. Допустим, можно одну колонку разделить на вторую, чтобы получить сколько в среднем происходит какое-то забытие и прочее. То есть если бы пришел какой-то сырой этот ассент, и забегнуть его в такую штуку, ничего в принципе им не будет. Компьютер никогда не будет знать о происхождении исходных данных, и что надо какие-то абсолютные значения, заединить какие-то среди и прочее. Это невозможно в принципе. Поэтому такими, чтобы им пользоваться надо, но лучше всего писать сырой год. Именно потому что, когда вы начинаете писать сырой год, у вас появляется желание отдумать. Потому что писать код не хочется, программисты не им. А критить всегда можно, когда вы пишете код сами, и в вашей день заставляет задумать то, что в первую очередь важно в вашей задаче. Подбор в каких-то гиперпараметрах, оптимизация какого-то знака, какого-то с запятой. Либо задуматься на основную задачу, потому что, когда вы начинаете идти на основную задачу, вы можете понять, что чего-то не хватает, если какие-то дополнительные поиски, которые можно добавить, вы вносите гораздо больше троту от вашего заказчика. Либо такой вариант, конечно, вы начинаете понимать лучше, что что-то вообще в принципе не используется. То есть в какой-то момент первое приближение вы учить сможете. То есть в последней картинке, в которой вы хорошо все посмеялись, это действительно, как очень красиво сказать, а какие вызнаки были вложены в этой задаче. Это действительно, если можно разобрать все это имя, то попалитетам, для решающих правил, это возраст, серединки где-то, это какие-то, кто были уже до этого инциденты, пачка с этим связана, это какой-то индекс платежеспособности, это, ну, есть неизвестные доходы, видно, что вот эти вот признаки вообще до этого не использовались. Зачастую такие признаки приходят из статистических данных. То есть из таких танкет. Если признаки не используются, то их на самом деле собирать и не надо. То есть взаимодействие с клиентом лучше направить на что-то другое. Поэтому, на самом деле, получается очень сложная комбинация. Моделей много, и такие штуки восстаем. Но с другой стороны, чем больше таких штук, тем больше человек становится зенит. Поэтому я все-таки призываю к тому, чтобы... Если люди хотят развиваться в этот сайт, потому что мне очень хватает хороших коллекций в Беларуси, ну, просто скучно. Спасибо вам за учетом Бибегдата, где куда всегда интересно прийти. Но реальные люди в Беларуси, огромный недостаток сейчас сайтистов, потому что очень много людей, которые так или иначе, либо не готовы переходить вот в таких вещей, делать шаг выше к созданию каких-то инноваций. Либо просто есть какое-то непонимание еще стороны бизнеса, что вот почему вот этого мне не хватает. То есть те компании, которые понимают, что им надо и как они могут достичь, ровно тем и становятся инновационными. Поэтому очень хотелось всем пожелать в наш день рождения, чтобы у всех были интересные проекты, хорошие заказчики и хорошие инновационные вещи. Вот эти модели, простенькие, они найдут применение, но писать хочется и на какие-то инновационные коды, делать все-таки какой-то прогресс. Спасибо. А, даже в простике? Где же вы в состову просто? Нет, просто в конкурсе. Вот сейчас недавно на Келькуле заказывается очень часто конкурс, компания «Скрылиф» определение «Респонс», ну, кто-то может ссылать, мы его могут не ссылать. Ну, у нас осталось где-то 150 тысяч строк, в последние данные, ну, это около 10 тысяч. Так вот, они же привели на следующий курс реализацию на AR, которая выдавала AVC показатель 0.76, я AVC прогонял ее, разделив 85% на 15%. То есть, то, что ответ был, 85% в Кельнице, а потом получил модель, прогонял на то, что осталось, посчитал AVC, у нее получилось 0.76. Точно также же показатель мне выдал H2O-фреймор, который на тех же данных, вот там точно было, вот, в Минетре видео не даст формануть, одна тысяча. То есть, H2O или H2O, я имею в виду участие в антонкурсе. Самый лучший результат, вот, у меня антонкачащихся, это, ну, в лицах 80-х. То есть, разница между подходом тут у Павлова, то есть, у него, применяемые антонсивые остатки слов, и разница между тем, что люди, которые выделили из, ну, уже, по-тограмминого времени, 4 сусолка. Вот, казалось бы, я тоже не за то, что-то просто все совпаде, потому что взяли байер, трейн, ну, тогда приди, и все. Я не за это. Я не за это. Но я чуть-чуть услышу, что-то нечего. Ну, на самом деле, зависит все только от того, как я называю, как я называю, как я называю базу. Потому что, всякие вот АОКи, там тоже урок АОКи будут оптимизированы. Это означает то, что просто вероятность с того, что и то, что истинно было на самом деле, будет положить бы больше вероятность, чем то, что можно на самом деле. То есть, ну, единичка получит вероятность больше, чем ноль. Это тоже аранжировано. Поэтому, насколько полезно такое аранжирование? То есть, профит, если у нас клиентская база всего 100 человек, это разница в одного человека. В одного человека, если он там не контракт на 100 тысяч долларов, нет смысла наполняться. Если это какой-то массовый продукт, для очень большой компании, то оптимизация даже на какой-то 1% может приносить, допустим, еще плюс 100 дохода, или еще 1 миллион дохода. И люди гарантированно не вывышали все свои данные на КАГО. Больше чем 1% своей в тех заданиях кто вкладывать не будет. То есть, это речь называется изначально о большем массовом продукте. То есть, и люди сознательно, поэтому мы зашли на КАГО, стали плачать за 100 тысяч долларов. То есть, за оптимизацию подожженного процента они были готовы заплатить 100 тысяч долларов. И на самом деле, по-моему, вот этот уход, и я участвовал в предыдущем только в первый день его появления, и в последний. Где-то здесь у меня с вами ходит, сколько вы объемы построите? Ну, вот-вот-вот. А что это происходит? И это просто небольшой, с очень маленьким филифич инжинирингом. Он выдавал 0, где-то 79, с чем-то там. как минимум, в первые где-то по две недели, две, либо три на Спринглифе я был где-то в топ-1 процент решений, но на контент забил, как бы мировая работа, когда стартаперам некогда еще контентами заниматься. Я потом, в последний момент еще попытался что-то поделать, но дальше нескольких строк не ушел. И в принципе, да, я видел, что меня сильно опускают, но в принципе я не сильно жалел. То есть у меня разница с топовым решением была меньше одного процента, не 0,76, а 0,79, а получилось 0,8. Но небольшое просто вдумывание в того, что может помочь, помогало. Я просто взял, скопировал свое решение с другого контеста, по-моему, из healthcare. Был контест по healthcare, там у меня было, как раз, по-моему, восьмое место. Я просто взял, ровно этот код запустил, просто поменял секцию чтения данных. А какой фича инжиниринга была, если не секрет? Во-первых, надо категориальные признаки всегда превращать в бинарные, потому что категорию нельзя сравнивать. Но их может быть еще очень много, поэтому надо порой немножко их попытаться отобрать. Это раз. И второе, если их действительно очень много, то бывает можно попытаться заменить это все на частоты, но есть риски переобучаться. Может, я потом, конечно, этот сет и решение и выложу, потому что очень простой, или расскажу на отдельном этапе, но очень простые. Ну и еще, конечно, гиперпараметры. То есть они ровно были те же самые, что с другого контеста, где я потратил время определенное уже на подбор, где-то действительно я видел, что если я в топ-10, то надо очень аккуратно тюнить. Там было очень действительно долгое обучение, потому что очень много итераций было с очень маленьким шагом. Что эти штуки отказываются делать, они… Нам же надо, чтобы вы только копию успели выпить, а мы уже решение построили. А там долго строилось. Ну, на одной машинке там, по-моему, 12 ядер, 64 гига оперативки, и где-то там за час построилось, за полтора. Есть такое пожелание, я думаю, что многие согласятся, вот было бы неплохо сделать лекцию по фич-инженерингу в какой-то из следующих металов. Можно, ладно, у нас еще один доклад, всем спасибо. Обязательно расскажу про том бирконтеста.